Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Бизнес онлайн» в студии Сергей Иванов. Облачные сервисы автоматизации – прекрасная возможность снизить стартовые затраты для малого и среднего бизнеса. О том, что могут и чего не могут подобные системы, мы поговорим сегодня с нашим сегодняшним гостем, основателем системы «Класс-365» Александром Галкиным. Александр, привет. Привет. Итак, что может и что не может «Класс-365»? Можешь поделиться с этим, с нашими зрителями? Ну, с точки зрения учета, я бы сказал, что «Класс-365» может все. Собственно, эта система создавалась именно как система оперативного учета и оперативной работы для малых и средних предприятий. То есть, основная идея «Класса» состоит в том, что это та среда, в которой живет и работает малый и средний бизнес. То есть, это не только там выписка накладных, каких-то фиксация приходов, ну и прочие такие рутинные операции. Это именно то место, где менеджер по продажам, менеджер по закупкам, руководитель компании, коммерческий директор просто живет. То есть, это его среда, в которой он живет, работает, и в которой ему должно быть комфортно. То есть, к учету добавляется, к выписке документов, к учету, к приходам добавляются и системы, связанные с системой коммуникации. То есть, это вещи, связанные с электронной почтой, с обменом смс-сообщениями, с работой с календарем, с постановкой поручений. То есть, это можно так сказать, что наша система, она претендует на такое название, как микро-ИРП-система для малого бизнеса. То есть, мы стараемся делать систему, которая будет позволять автоматизировать все основные бизнес-процессы в небольшой компании. И, собственно, в этом ее принципиальное отличие от всех существующих систем, те, которые есть сейчас. Безусловно, на настоящий момент она не может всего, она развивается, но мы в эту сторону движемся. А есть ли у облачных систем какие-то все-таки фундаментальные недостатки? Без этого нельзя никак. Ну, фундаментальный недостаток – это то, что все-таки облачная система, это система, которая работает через браузер, она работает через интернет. И это, наверное, единственный недостаток, он же достоинство, он же недостаток. То есть, если интернета нет, то система не работает. То есть, будем надеяться, что сейчас отключение интернета скоро будет равносильно отключению электричества, Который в любом случае парализует весь бизнес и такие же катастрофические последствия имеет Ну, собственно, да, потом у нас широкополосный интернет активно шагает по стране Я иногда слушаю телевизор, смотрю телевизор и слушаю, как там отчитывается наше руководство, наше правительство О том, что оно в каких-то даже маленьких городах внедряет широкополосный интернет В общем, сейчас интернет идет и в регионах развивается это порой даже лучше, чем в Москве и в центральных городах И сейчас там 3G, 3G практически есть везде Ну да, тоже достаточная скорость, не меньше, по-моему, 5 мегабит в секунду Да, этого вполне достаточно, чтобы работал наш сервис То есть нашему сервису достаточно 1-2 мегабит в секунду, это с головой, все будет работать В феврале 2015-го ты говорил о том, упоминал, что треть ваших клиентов составляет интернет-магазины А кто остальные две трети? Актуален ли класс 365 для оффлайновых пользователей? Да, я бы так сказал, очень актуален То есть у нас одним из наших продуктов в линейке, ну, в линейке класс 365 Это розничный клиент, он называется розница 365 Что он из себя представляет? Это полностью оффлайновое решение, которое, по сути, представляет себя такой посттерминал Ну, фактически это виндусовая программа, которая устанавливается на любой виндусовый компьютер Это может быть нетбук, ноутбук, большой какой-то... Необлачная Да, она необлачная, она вот такая виндовая Мы ее специально делали для как раз того, чтобы решить эту проблему отсутствия интернета То есть если ты работаешь в рознице, то для тебя там простой даже на 2 секунды может быть критичным Потому что тебе надо пробивать чеки Собственно, мы сделали такую программу, которая является необлачной Которая работает на обычном компьютере Но которая при появлении интернета тут же синхронизируется с основной программой класса 365 То есть это происходит абсолютно прозрачно, точнее даже, скажем так, независимо от пользователя То есть пользователь не видит это дело То есть это десктопный клиент просто Да, это десктопный клиент, у него своя база То есть вся информация хранится на компьютере, на локальном Но как только появляется интернет, неважно какой там Достаточно даже вот для синхронизации, там настолько небольшое количество данных передается Там достаточно обычного GPRS То есть там 64 килобита в секунду, это вполне достаточно Потому что он там будет передавать чеки на лету Вот, то есть ты можешь его включить, выключить И по сути он может работать без интернета неограниченное время Единственное, что пока он работает без интернета Эта информация не передается в бэк-офис, то есть в класс 365 То есть информация накапливается на локальном компьютере Но как только интернет появился, вся эта информация сразу сбросилась в бэк-офис То есть абсолютно независимое решение Как раз вот для тех точек торговых, где интернет либо плохой Либо нестабильный, вот Либо там пропадает, возможно То есть абсолютная независимость И более того, что если чуть-чуть подробнее говорить об этом решении То есть решение масштабируемое То есть мы с помощью этого решения можем в одном магазине иметь Одну, две, три, четыре кассы Пять касс, шесть касс Неограниченное количество касс То есть все это решается в рамках вот этого решения И само по себе решение стоит одна розничная точка Одна, вернее, один кассовый аппарат стоит всего 300 рублей в месяц Вот И что очень важно и очень важная составляющая Это вопрос внедрения и запуска То есть по сути мы имеем посттерминал К которому мы подключаем фискальный регистратор Сканер штрих-кода, вот которым мы сканируем штрих-коды на продуктах там или на товарах И все Собственно, процесс установки этого решения Это буквально пять минут То есть мы вот скачали программку на обычный компьютер Запустили Setup.exe У нас все поставилось Ну, пять минут, семь минут в зависимости от производительности компьютера Дальше мы ввели логин-пароль свой При наличии интернета Тут же произошла синхронизация с базой в класс 365 И это готово к работе Никакой инфраструктуры не требуется То есть не требуется никаких роутеров там дополнительных Просто обычный интернет То есть не надо поднимать никакие VPN, ничего не требуется Скачали, установили Подключили фискальный регистратор Подключили сканер штрих-кодов Все заработало Таким образом мы можем автоматизировать работу Небольших роничных сетей, например Например, там людей, которые занимаются Например, в торговых центрах Вот у них несколько торговых точек И, то есть ты можешь на нетбуке это все поставил Все это сразу синхронизировалось И начало работать сразу Никакого внедрения не требуется Еще раз подчеркиваю И всего 300 рублей в месяц А кого вы видите своими потенциальными клиентами? Если даже просто перечислять Итак, это оффлайновые точки продаж Малые, да? Если мы говорим о роничных магазинах Ну, вернее, о роничной торговле То, в принципе, любая роничная точка Она вполне может использовать наше решение То есть наше решение Первое – недорогое Быстро разворачиваемое И практически не требующее обучения А и что самое главное Наше роничное решение Абсолютно не требует обслуживания То есть мы специально сделали такую программу Таким образом программу Что в случае, когда возникает какой-то сбой Например, на компьютере Что-то ломается База там ломается Или что-то еще Программа говорит Переустанови меня, пожалуйста Пользователю То есть это может делать он сам? Да, пользователь просто берет Ее переустанавливает В момент переустановки Программа сама проверяет И чистит базы Проверяет, что все было корректно Связывается с бэк-офисом С класса 365 И в случае необходимости Если там что-то было подпорчено Загружает всю информацию С класса 365 То есть по сути Вам не нужно думать Опять же в данном случае О резервном копировании Потому что резервное копирование Опять же находится в бэк-офисе В класса 365 Вот То есть любая роничная точка В принципе это может быть Начиная от продажи продуктов И кончая там Ну чем угодно То есть любыми промышленными товарами Дело просто в чем еще заключается Дело в том, что На этом компьютере То есть производительность Зависит от производительности Компьютера На компьютере стоит Большая нормальная Хорошая SQL база То есть она позволяет Работать с неограниченным количеством товаров, то есть мы не упираемся ни в количество товаров, ни в цены, ни во что, то есть у нас по сути ограничений никаких нет, то есть это большой-большой розничный кусок, то есть все, кто занимается розницей, могут этим заниматься, это вот что касается розницы. Что касается других, ну любая торговля связанная со складами, то есть если ты продаешь что-то, у тебя есть товары, ты продаешь, ну, там оптом, или, может быть какие-то персонифицированные продажи, это абсолютно не важно, то есть это заказы покупателя, это накладные, то есть все это программа позволяет делать. То есть это и B2B и B2C, но такими уже не ронечные продажи, например, B2B и B2C. Опять же, в первую очередь, это для тех, у кого есть товар, у кого есть склад. Большой сегмент, то есть весь сегмент интернет-магазинов, то есть в первую очередь, у нас на данный момент, мы лидеры по количеству реализованных интеграций с интернет-магазинами, у нас более 20 платформ уже с нами интегрировано, это все можно на сайте посмотреть, то есть по сути, все магазины, которые имеют какой-то выход в виде там либо API, либо каких-то протоколов, например, CommerceML, то есть мы со всеми интегрированы. И процесс интеграции продолжается, как только мы видим, что какая-то платформа реализовала у себя возможность обмениваться информацией с какими-то внешними сервисами, мы этим занимаемся. В частности, вот у нас сейчас идет работа с двумя платформами, скоро мы об этом напишем, это добавится еще к нашему списку еще две платформы. То есть что это позволяет? То есть это позволяет интернет-магазину полностью вести учет своей торговли. То есть некоторые CMS интернет-магазинов, они, в принципе, имеют встроенные средства для этих целей, но, как правило, это такие совсем простые и, ну, совсем примитивные средства. Вот мы предлагаем фактически нормальный учет, то есть взрослый учет, то есть полноценный взрослый учет, то есть это и ведение склада, это инвентаризация, это заказы поставщикам, это работа с прайсами поставщиков, ну, много-много-много всего. То есть мы позволяем им за небольшие деньги, я сейчас скажу, кстати, сколько стоит для интернет-магазинов, вести полноценный учет. То есть по цене минимальная цена для интернет-магазинов составляет порядка 700 рублей в месяц. То есть за 700 рублей в месяц человек получает полноценную систему, которая обменивается информацией, она выгружает из его CMS-ки, выгружает заказы, загружает туда товары, цены, картинки, фото, формирует заказы поставщикам, ну и выполняет всю остальную работу, которая требуется интернет-магазину. Совсем забыл о тех компаниях, которые занимаются сервисными какими-то вещами, услуги оказывают и так далее. Значит, что я понимаю под услугами? Это могут быть любые компании, которые оказывают, например, сервисные услуги. То есть что-то устанавливают, например, и что-то обслуживают. Это могут быть какие-то там, не знаю, бытовые услуги, да, там, ну, примитивный ремонтовый, если это человеку надо, да, если у него там большой объем, может быть, он будет там как-то учитывать это дело. Ну, то есть все, что называется словом услуги, все это можно реализовать в нашей программе. У нас есть отличный инструмент сделка. В рамках этой сделки, то есть это такой инструмент, в котором можно записывать все. То есть вот я веду с тобой переговоры, например, да, мы с тобой о чем-то договариваемся. Вот я все свои там переживания по поводу наших с тобой там каких-то взаимоотношений описываю туда. Я делаю фотографии, там, например, объекты или там тебя там, или, например, еще кого-то. Кладу их тоже туда. Я в рамках вот этой сделки, например, ставлю задачи, даю поручения сотрудникам, либо записываю там встречи в календарь. Я в рамках этой сделки отправляю электронные письма тебе, например, у меня все это ведется в одном месте. То есть это, например, инструмент для сложных переговоров, например, длительных переговоров. Или это инструмент, например, для того, чтобы я вел учет, например, сервисного обслуживания, не знаю, там, ну, для автомобиля это не очень может быть удобно, но, не знаю, там, для холодильников, телевизоров, кондиционеров. Да, кондиционеры очень актуальны. Да, или там, например, система очистки воды, например. Ну, в общем, приспособить можно под все, что угодно. Вот ты сказал о том, что вы интегрируете, поддержите интеграцию с ведущими платформами, а как быть владельцем самописных CMS-ок? Все-таки я понимаю, что в малом бизнесе, наверное, их немного, но они, тем не менее, есть. У них какие-то проблемы возможны? Ну, у них вот как раз проблемы. У них все-таки проблемы, да. Я могу немножко сказать свое мнение по поводу самописных систем. Я считаю, что если ты занимаешься бизнесом, то ты все-таки не должен использовать непонятные самописные вещи, потому что если это даже кажется дешево в самом начале, на входе, то потом возникает куча проблем. То есть, если бы я ввел бы какой-то бизнес, сейчас в настоящее время там торговые связанные, и мне нужна была платформа интернет-магазина, я бы выбрал бы, ну, либо развивающуюся бесплатную платформу, это типа, например, open-cart какой-нибудь, да. Вот, это в случае, когда я совсем там зажимаюсь по деньгам. Если я как бы нормально смотрю, я понимаю, что мой бизнес будет расти, я бы все-таки брал какую-то платную платформу, вот, и готов объяснить почему. Это в первую очередь связано с тем, что если ты ставишь ставку на свой бизнес, собираешься с него как-то вообще зарабатывать, то ты должен понимать все риски, которые связаны с использованием либо бесплатных, либо тем более самописных систем. То есть, рано или поздно, например, разработчик этой самописной системы, ну, грубо говоря, бросит ее развивать, и система будет не удовлетворять там чему-то, там, современным браузерам, компьютерам, еще чему-нибудь. Это сложно представить, чему она там может не удовлетворять. Это могут быть просто элементарные какие-то ошибки в коде, которые приводят к тому, что это все взламывается и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому использовать самописные системы или там какие-то дешевые системы, или бесплатные, точнее, системы, которые не развиваются, дешевые, я неправильно сказал, вот, я бы не рекомендовал вообще никому. То есть, это называется скупой платит дважды, это вот можно сказать, он трижды, четырежды, пятижды, а потом он, когда он разовьет свою систему на бесплатной платформе, либо там вот на самописной, придет к пониманию, что она его не удовлетворяет, и что же ему делать? И тогда ему придется, ну, я даже не знаю, это уже там будет огромный бюджет, чтобы переноситься куда-то в другое место, все это заново отлаживать, налаживать и так далее. Ты назвал свой сервис микро-ЕРП, или ЕРП, как по-разному, по-другому говорят, а на прошлогоднем рифе, на котором тут ссылаемся, даже назвал его микро-ЕРП без бухгалтерии. Поясни, почему без бухгалтерии? Ну, кстати, это уже не совсем даже так. О, тем более, тогда освежим информацию, хорошо. Да, да, да. Но, в принципе, мы никогда не ставили перед собой задачи закрывать все потребности, совсем уж все потребности МИРСа, мы все-таки речь ведем об оперативном учете. И действительно, вот на прошлом рифе, да, мы, точнее, ну, там, мы говорили, да, мы говорили о том, что это мы не будем заниматься бухгалтерией. Почему? Почему? Бухгалтерия – это отдельный пласт, то есть для этого есть специализированные… Моё дело, например, да. Да, ну, и так далее, да, их на самом деле не так мало, вот, и СКБ Контур, и Небо, ну, и 1С, безусловно, да, как самая главная система, пожалуй. Вот, но требуются определенные компетенции в этом деле, требуется опыт. То есть на данный момент у нас такого опыта нет, но, собственно, мы не хотели туда уходить, бухгалтерия – это отдельная тема, то есть мы все-таки делаем систему для жизни отдела продаж, отдела закупок, то есть жизнь реального офиса. А запросы от клиентов такие поступают? Бухгалтерия, да, запросы периодически поступают, что дайте нам отчетность, дайте нам отчетность. Ну, мы говорим, что, ребята… Не перегружайтесь. Отчетностью все-таки, то есть, как правило, все-таки, ну, давай так, да, вот если мы берем нормальную компанию, как правило, в нормальной компании есть бухгалтер, который, это либо приходящий, либо на аутсорте находящийся, вот, бухгалтер, который занимается сдачей отчетности для цели налогообложения, вот. И, как правило, все-таки работа офиса, именно такая реальная работа офиса, она не связана с подготовкой этих документов, то есть мы говорим только о неких первичных документах, то есть о входящих документах, там, приходных документах, расходных документах и так далее. Всей остальной работой офис не занимается. Ей занимается бухгалтер. Вот пускай он ей занимается, то есть для этого есть специализированные сервисы, то есть наша задача, в принципе, состоит в чем? Чтобы скинуть, вернее, экспортировать первичные документы в бухгалтерию. Собственно, мы это и делаем, да, мы экспортируем документы в 1С бухгалтерию, вот, первичные документы, и, а дальше уже бухгалтер в рамках действующего законодательства соответствующим образом обрабатывает их и предоставляет отчетность. Но мы вот в начале этого года сделали дополнительный сервис в рамках нашей системы, который позволяет для индивидуальных предпринимателей формировать отчетность. То есть мы формируем книгу учета доходов и расходов и формируем декларацию. То есть, в принципе, если человек сильно не заморачивается, то он в нашей системе, как бы в рамках любого тарифного плана, даже бесплатного, может просто себе сделать, сформировать книгу учета доходов и расходов и сформировать декларацию, которую он может распечатать и отнести в налоговую инспекцию и сдать. Но это только для ИПшников, так как для всех остальных это слишком... Ну, мы сделали такой как бы бонус. То есть мы не собираемся вот в этих рамках развиваться и добавлять какие-то дополнительные функции бухгалтерского учета и тем более налогового учета. Вот, нет, это большая работа. Это другая ниша. Да, это другая ниша, мы туда не пойдем. Ну, по крайней мере, сейчас. Последний вопрос о рынке. В марте ты заявлял, вот процитирую, совершенно понятно, что модель экономики, которая была до 2014 года, стала неактуальной. Жирные годы закончились, потребительский спрос меняется. Это заметно по всем сегментам. Вот сейчас как раз ты и твоя компания держат руку на пульсе тысяч бизнесов. Что ты можешь сказать о том, как они изменились за последний год? Кто-то погиб, кто-то продолжает развиваться. И если развиваться, то в какую сторону? Я думаю, что тебе как раз это больше всех заметно. Ну, я думаю, я ничего тут не скажу такого. Экономия, экономия. Такого сверхъестественного, да. Ну, даже не столько экономия, сколько просто… Оптимизация. Да, оптимизация. Вот люди, ну, а какая-то часть людей начинает там на это обращать больше внимания. То есть, и люди, которые сидели в Excel, многие приходят к нам именно за этой оптимизацией. Что касается реального бизнеса, то это, наверное, банальные вещи. Какие-то, ну, во-первых, экономия. То есть, люди начинают меньше покупать дорогостоящие товары и больше покупать товары, которые, может быть, чуть-чуть похуже, но как бы все-таки стоят дешевле. Ну, в общем… Ну, может быть, даже не только похуже, дешевле. Я в данном случае как раз предполагал, что сейчас бизнесы пересматривают весь свой инструментарий, с которыми работают, если раньше… Это именно в плане инструментов, да? Конечно, естественно. Развитие бизнеса. Ну, в плане инструментария, вот, тренд на создание интернет-магазинов, он очень активен. То есть, это один из способов вообще как-то увеличить свои продажи или хотя бы там их сохранить, да, эти продажи. То есть, ну, мы все ходим в магазины, видим, что происходит, собственно говоря, видим, что местами даже в дорогих и в таких очень престижных торговых центрах образуются свободные площади, которые закрыты там всякими штучками… Красивыми занавесочками или некрасивыми. Или некрасивыми, да. То есть, это происходит, это реальность, да, то есть, это все мы видим. Но поэтому многие думают, что же им делать дальше, да. То есть, и вот, если у кого-то не было интернет-магазина, то очень многие их создают. То есть, и вообще, наверное, так как создание интернет-магазина – это вещь не такая дорогая, вот, наверное, если ты, в принципе, твой товар возможно продавать через интернет, то, наверное, это стоит сделать, потому что это даст тебе хотя бы какой-то дополнительный канал продаж. А это видно прямо у вас по цифрам, когда ты видишь, что твои оффлайновые клиенты все больше и больше переходят в онлайн-сегмент? Ну, процент увеличивается, увеличивается процент онлайна. Перетекание внутри сервиса видно тоже, да? Там даже, знаешь, как получается, то есть, сейчас вот практически, ну, не знаю, ну, я сейчас точных цифр не скажу, там, но подавляющее большинство интернет-магазинов имеют оффлайновые точки. То есть, либо люди, имея интернет-магазин, создают оффлайновую точку или хотя бы там точку выдачи кто-то создает, либо люди присоединяют к розничной точке интернет-магазин. И вот таких вот бизнесов, у которых есть и розничная точка, и интернет-магазин, их становится все больше. И вот этот рост явно виден. Спасибо тебе большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что класс 365 поможет в эти нелегкие времена многим бизнесам сориентироваться, встать на правильные рельсы, на правильный путь ведения бизнеса в тяжелых условиях, и не только выжить, но и дальше развиваться. Спасибо тебе большое. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас был основатель сервиса «Класс 365» Александр Галкин, который нам поведал об особенностях и путях системы автоматизации малого и среднего бизнеса. Это была программа «Бизнес онлайн». С вами был Сергей Иванов. Всего вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»